Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, не звучат фанфары, хотя стартовал новый ивентик на Шеридана Ракетного. Почему фанфары не звучат? Да, просто потому что все знали о том, когда будет данное событие, все его ждали и огромное количество игроков сейчас потирает ладоши и думает, ох, сейчас как отхвачу себе Шеридана Ракетного на халяву. Но, ребят, не все так просто, ивент не будет легким для прохождения, особенно для среднестатистических игроков. Давайте будем во всем разбираться, а потом выкатим Шеррика на одну каточку, чисто заценить его. Для того, чтобы забрать Шеридана Ракетного, необходимо получать победы. Если вы будете играть в обычных боях или в рейтинговых боях, то вы будете получать по две ракеты за каждую победу, причем без ограничения за день. Если вы будете делать то же самое только в фановых режимах, ну типа возрождения, типа столкновения, гравитайзинг и так далее, то будете получать по три ракеты за каждую победу. А вот если вы будете играть в фановых режимах на этой же машине, за которую вы типа должны побороться, то вы, ребят, будете получать по целых четыре ракеты. Но понятное дело, что те ребята, которые имеют в коллекции Шеридана Ракетного, навряд ли будут потеть полностью весь ивент, скорее всего дойдут до контейнера и на этом успокоятся. Потому что для того, чтобы забрать данного красавца, даже тем, у кого Ракетный уже есть, необходимо будет делать по 13 побед в день. А согласитесь, это немало. Но если быть точным, то давайте так, чтобы вы понимали, как я посчитал. Полное количество ракет 415 поделил на 4 и разделил на 8 дней, которые будет длиться данный ивент. Таким образом, получилось 13 побед в день для владельцев Шеридана Ракетного, которые все 8 дней будут по 13 побед делать исключительно в фановых режимах и в обычных боях участвовать не будут. Если вы не имеете Шеридана Ракетного, но будете играть исключительно в фановых режимах 8 дней подряд, то вам необходимо будет делать по 18 побед в день. А вот если вы будете играть в обычных боях и не заходите в фановые режимы, то в таком случае за каждую победу, получая по 2 ракеты, вам необходимо делать в день целых 26 побед. Это действительно просто дофигище. Это, грубо говоря, 60 боев, если вы 50% игрок. Короче говоря, действительно сложный ивент в отношении прохождения. И плюс к тому, ребят, если вдруг вы не совсем понимаете математику, то давайте я вам сейчас объясню немножко по-другому в отношении правильности прохождения, по моему мнению, данного ивента. Если вы будете играть в таких режимах, как Гравитайзинг или Возрождение, да, вы за победу будете получать 3 ракеты. Но за то же самое время одного боя вы будете успевать отыграть 2 боя в обычных режимах. И вот если здесь вы проиграли, то свои 3 ракеты вы не получили и 10 минут вашего времени, которые вы потратили в каком-нибудь режиме, ушли просто в никуда. А вот если вы за эти 10 минут отыграли 2 боя в обычных режимах и даже в одном вы слились, то во втором вы все равно получите 2 ракеты. Поэтому мне кажется, что все-таки, ну, отчасти выгоднее и удобнее побеждать все-таки в боях обычных рандомных. Но здесь уже дело ваше, в чем вам больше нравится играть и плюс к тому, в чем у вас больше результативность. Я имею ввиду, в каком виде боев. Что касается того, что здесь можно забрать. Ну, в принципе, вы сами все видите. Здесь есть киткоины, здесь есть аж целых 100 тысяч серебра. Здесь есть 2 каму, довольно, кстати, симпатичных, прикольных. И есть 15 бустеров на голду. Если вы пройдете полностью все вот это вот, то вы сможете потом себе, даже если вы Шеридана Ракетного не доуспели выкатать, докупить его за голду. И если вся эта цепочка стоит, как вы видите, 4600 золота, а Шеридан Ракетный 16600, то получается, что если вы пройдете полностью всю цепочку по 8 уровень включительно, то дальше вам необходимо будет доплатить целых 12 тысяч за то, чтобы эту коллекционную тачку поставить себе в ангар. А мне кажется, что для данной машины это очень дорого. Что касается компенсации. Ну, давайте начнем с того, что если вдруг Шеридан Ракетный у вас есть, и вы его продадите, то вам дадут целую десятку голдой. Нет, ребят, не 10 тысяч золота, а именно десятку. Вот, пожалуйста, 10 золотых монеток вы получите. В то же время разработчики решили пойти навстречу тем ребятам, у кого Шеридан Ракетный уже в коллекции есть. И в новостной ленте, когда звучала новость по поводу того, что будет стартовать буквально завтра новый ивентик на Ракетного, ребята-разработчики написали, что в случае, если вдруг данная машина у вас есть, то вы компенсацию получите за нее не 10 голды, как это предусмотрено в случае продажи, а в размере 500 с копейками. Я сейчас попытаюсь найти, где это было. Вот, пожалуйста, компенсация при наличии танчика целых 551 единица золота. Почему 551? Ну, сделайте 550, сделайте 600. Ну, ладно, окей, как поставили, так поставили. В любом случае, то, о чем я и говорил. Ребята, у которых есть Шеридан Ракетный, явно не будут потеть ради 500 голды дополнительных просто дофигища каток. Потому что, если полный Шеридан Ракетный стоит 415 ракет, а цепочка по 8 уровень включительно всего лишь 115 ракет, то вам, приемная у них Эбдима будет сделать, ребят, на 300 ракет больше. Это в 2 раза больше, чем вся эта цепочка. Да какой в 2? Практически в 3 раза больше. Короче говоря, те ребята, у кого Шерик есть, на него потеть явно не будут. Те, у кого Шерика нет, попытайтесь запотеть, но будьте готовы к тому, что будет, ну, прям в край сложным. Плюс к тому, машина, она катается исключительно в вот таких вот фановых режимах. Вы не сможете играть ни в рейтингах, ни в обычных боях. Вы сможете катать его исключительно в режимных боях. И плюс к тому, вы сможете катать в каких-нибудь тренировочных комнатах. Все, это единственное, для чего предусмотрена данная тачка. Дальше ее никуда не пускают. Раньше было проще, когда он находился в ветке исследования. Был он там, где сейчас находится Шеридан обычный. Ну и потом их поменяли местами, а точнее Шеридана сделали обычным без ракета. Шеридана ракетного вывели как отдельную коллекционную машину. Я лично буду потеть в этом ивенте по одной простой причине. Потому что данная машина на основе у меня отсутствует. На своем твинке, и причем не на одном, как вы видите, я выкачал себе в свое время данную тачку, а на основе не успел. И у меня получилась вот такая ситуация, знаете, как ты слышишь где-то звук или начинаешь сам его отстукивать, типа там, там, тададам, тадададам, там, и последнего там ты не услышал. И это очень сильно раздражает. Вот именно поэтому я хочу Шеридана все-таки поставить на его законное место у меня на основе. Ну что, берем машину, заходим в бой. Перед этим, как обычно, смотрим на орудия, хотя здесь хвастаться нечем. Если вас интересуют обзоры на Шеридана ракетного, на сравнение этой машины с Шериданом обычным, обязательно заходите по всем ссылочкам, которые я добавлю в описании. Плюс обязательно, обязательно посмотрите ссылочки, которые будут всплывать в течение видео. По орудию здесь все практически то же самое, даже немножечко хуже, чем у проходового Шеридана. Единственное что, голдовые снаряды, которые стоят нормальное количество серебра и не сильно толковые, почему, буду сейчас объяснять, они имеют свойство быть управляемыми, да, то есть вы можете подкручивать их в процессе полета. Но стоит удовольствие 3600 серебром за выстрел. И будьте готовы к тому, что если вы берете себе Шеридана ракетного, то понятное дело, что ради ракет, а базовых ракет у него нет. Таким образом, вы будете постоянно играть на голдовых снарядах. Факт остается фактом. Если вы хотите знать, как эта машина ведет себя в руках человека, который играет на сенсорнике, а на сенсоре Шеридан ракетный ужасно отыгрывается, действительно очень сложно, гораздо проще играть на компе, то обязательно переходите на канал МастЛайф. МастЛайф, спонсор данного видео, я безумно благодарен. Огромное количество видео, картотека постоянно пополняется, простые понятные видео, которые дадут понимание о танках. Я подписался, чего и вам рекомендую. Ссылочку обязательно добавлю в описание. МастЛайф, обалденный каналчик с хорошим потенциалом. Ну что, ребят, берем Шеридана ракетного и заходим в бой. Я не могу сказать, что Шеридан ракетный меня лично радует. То, что у меня есть аскома из-за того, что в свое время я не успел его себе открыть и просто оставить в ангаре, это один вопрос. Второй вопрос. Если у вас этой аскомы нет, то, возможно, вам эта тачка и не нужна-то будет совсем. Дело в том, что Шеридан ракетный, как я уже сказал, играется исключительно в каких-то фановых режимах. Если говорить откровенно, то большинство фановых режимов не позволяют реализовать данную машину абсолютно по одной простой причине. Потому что у данной машины вот эти вот управляемые ракеты, они требуют от вас стоять на месте. Это во-первых. Во-вторых, вам необходимо видеть свою цель постоянно. Плюс к тому, вы тратите время на время полета этой управляемой ракеты. Ну, короче говоря, за бой, по большому счету, вы сможете сделать максимум 4 выстрела. Это в лучшем случае. Плюс к тому, ребят, будьте готовы к тому, что эти выстрелы еще и будут... Сейчас, секунду. Эти выстрелы будут порой фейловые. Короче говоря, не сильно классно. Когда машина была в ветке исследования, она и там не сильно круто себя показывала в большинстве своем. Да, были те ребята, которые могли эту машину реализовать. Были суперкрутые игроки, которые набивали просто бешеные результаты на ней. Но в большинстве своем, игроки не могли справляться с данной тачкой. Именно поэтому, ребята очень холодно отнеслись к ракетному. И, по большому счету, толку большого от этой машины в игре нет. Да, можно вот так вот одного-двоих, которые стоят на месте, никуда не шевелятся, где-то как-то забрать. За то время, пока ваши союзники будут вам подсвечивать. Но, все же, далеко не то, что хотелось бы. Есть, конечно, и приятные моменты. Вы можете отстреливать из-за каких-нибудь холмов. Вас при этом не видно. Но, опять-таки, нужна очень-очень крутая сноровка для того, чтобы играть на этой машине. Вам необходимо понимать, что ваше орудие должно быть зафиксировано в каком-нибудь либо полуверхнем состоянии, либо в максимально верхней позиции. После этого вы должны поймать своего соперника, закинуть снаряд и его уже отправить туда, куда нужно, подкручивая. Короче говоря, играется действительно очень сложно. За время обычных боев, типа столкновения, допустим, либо какого-нибудь обычного боя по времени, вы не сможете очень много набрасывать. Четыре, ну пускай пять выстрелов, с учетом того, какое время перезарядки, с учетом того, что вам жертву необходимо найти подходящую, с учетом того, что вам необходимо выставить орудие так, как нужно по углу, потом выстрелить, потом отключить прицел, потом довести или наоборот подключить прицел и довести снаряд туда, куда нужно. Короче говоря, перед этим еще, кстати, ребят, не забыть включить все-таки, помимо снайперского режима, вам еще необходимо переключиться на голду. Короче, я бы сказал, что Шеридан далеко не та машина, за которой стоит гоняться, именно как за танчиком. Да, это крутая коллекционка, да, она очень редкая, да, она там, не знаю, мало у кого есть, и будут все очень сильно удивлены, когда вы зайдете в какой-нибудь вот такой фановый режим. Но на фоне всей вакханалии, которая происходит в этих фановых режимах, поверьте мне, ну, ну мало чего будет для вас веселого и, я не знаю, задорного в том, чтобы кататься на этой машине. Если вы будете играть на обычных снарядах, то он абсолютно ничем не отличается от обычного проходного Шеридана, а посему, с учетом того, что Шеридана проходного гораздо проще открыть, чем данную машину получить, я лично не вижу какого-то особого смысла брать данную тачку и потеть на нее, если вы будете играть исключительно на базовых снарядах. Вот такой вот он Шеридан ракетный. Сказать, что это прям вау, я не могу. То, что вы в этом ивенте можете поживиться, я бы сказал, нормальным количеством всякого рода халявы, это факт. И как минимум запотеть до восьмого уровня включительно я бы вам рекомендовал. Ну, просто потому что вы здесь заберете чуть более 800 киткоинов, вы заберете себе 2 каму, вы заберете себе бустеры на голду, которые сможете потом обналичить с умом. Ну и плюс к тому, если вы еще немножко попотеете, то возьмете себе контейнер. А из этого мощного контейнера, пускай там вы не достанете никакой машины, но в то же время вы сможете забрать себе или обвесик какой-нибудь, или Х5. Ну, короче говоря, чего-нибудь еще дополнительно халявного. Ну вот так вот, ребят. Вот такой вот ивент, потеть или не потеть, решайте сами. Мнения обязательно пишите в комментариях. Я побежал снимать для вас свежие, честные видео по поводу того, что происходит в игре. Ну а вы подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.